Челябинца, который называет себя богом, проверят психиатры. Его уже доставили в клинику для душевнобольных. Накануне мужчина устроил дебош и заявил соседям, что у него есть оружие. А в качестве доказательства показал справку, что успешно прошел медкомиссию. Люди были в шоке, ведь сосед вел себя неадекватно уже несколько месяцев. Все подробности в репортаже нашего корреспондента. Эти кадры челябинец, который именует себя богом, выкладывает на своей странице в социальной сети. У роликов немного просмотров. Трафик в основном приносят соседи. Они внимательно следят, как ведет себя мужчина и слушают его послания. Но что он хочет сказать, никто не понимает. Мне вообще никаких и не нужно, и не надо. Зовут меня Денис, как говорится. А то, иншаллах, отчий наш, везде два. Зовут меня Денис. Впрочем, на кадрах он спокоен. А в жизни, говорят очевидцы, хулиган и дебошир. Мужчина уже несколько месяцев терроризирует жителей дома по проспекту Победы. Ночью с криками бегает по подъезду, стучит соседям к двери. А недавно похвастался тем, что у него есть оружие. Люди сначала не поверили, пока не увидели эту справку. Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием. Выявлено отсутствие медицинских противопоказаний. Справка выдана 8 сентября 2020 года. Люди были в шоке. Впрочем, его страсть к оружию можно увидеть и на его странице. Картинки с автоматами. Сам мужчина симпатизирует снайпером и поклонник киногероя Джокера, известного как безумный маньяк, психопат и суперзлодей. Когда у мужчины случился очередной приступ ярости, люди испугались, что он достанет оружие и станет стрелять. Закрылись в квартирах и стали ждать приезда полиции. Прибывшие правоохранители задержали мужчину. Выяснилось, что лицензионно-разрешительная служба не выдавала ему никаких справок. Мужчина собирал пакет документов и успешно прошел медкомиссию, чтобы получить оружие, но к служителям закона не приходил. Полиция осмотрела его жилье и никакого пистолета у него не обнаружила. Впрочем, мужчину увезли в райотдел, а потом и в психиатрическую больницу. Сотрудниками полиции об указанном лице проинформированы соответствующие правоохранительные и медицинские ведомства. Теперь Челябинцу, который называет себя богом, вряд ли удастся получить оружие. Сейчас слово за медиками. Им предстоит установить адекватность пациента.